Речь идет о списке неэффективных вузов, которые опубликовало Министерство образования. Претензии высказывают в основном к методам оценки. Но специальный корреспондент вестей Борис Соболев убедился, что на проблему надо смотреть глубже. Количество метров на каждого учащегося, вступительный балл по ЕГЭ, уровень доходов вуза и процент иностранных студентов. Чтобы ценить вузовскую систему хотя бы по этим минимальным критериям, Минобору пришлось пойти на хитрость. Статистику у ректоров запрашивали как бы между прочим. Мы без конца занимаемся бюрократией. Без конца совершенно. Мы заполняем какие-то огромные количества разнообразных паспортов, мониторингов, каких-то других документов. Вот среди этих каких-то и затесался тот самый главный опросный лист, что лег в основу будущего антирейтинга. Решив по обыкновению, что это все равно никто не будет читать, вузы спокойно вбили туда свои данные. Если бы мы считали эти критерии, ну естественно в свою пользу, то мы оказались бы совершенно по другую сторону этого рейтинга. Но мы-то пытались просто так наивно писать правду, не думая ни о каких результатах. Наряду со всемирно известным мархи, московским архитектурным, в список неэффективных, собственноручно, сами того не понимая, вписались еще около сотни весьма уважаемых творческих вузов. Культурная общественность в шоке. Температуру можно изменять в разных местах. Либо вкладывая градусник в рот, либо устраивая его подмышкой, либо отправляя его в анальное отверстие. Кстати сказать, вот детишкам, совсем крохом, обычно температуру меряют именно последним образом. Но поверьте мне, эффективность или неэффективность вузов – это совсем другое. Нельзя через вот это самое место определять эффективность наших вузов. Среди прочих в черном списке. Знаменитый московский элит-институт, где преподавали Паустовский, Светлов, Евгений Рейн, где учились Анатолий Приставкин, Борис Захадер, Белла Ахмадулина, квадратным метражом не вышел. Ростовская государственная консерватория, главный музыкальный вуз Юга России, не дотянула по показателям доходов. Минкульт деньгами не балует, а на сонатах да симфониях нынче много не заработаешь. Петербургская театральная академия – старейшая, знаменитейшая, с 230-летней историей – не прошла по уровню ЕГЭ своих студентов. Да, они плохо знают химию с физикой, что, впрочем, не мешает им быть актерами. Это вполне в духе Минобра, это стандартная его политика. Содержательные вопросы они сводят к сугубо формальным показателям. Их абсолютно не интересует образование, их не интересует качество образования, их интересует экономика образования и управление образованием. Интересует, по возможности, большие полномочия к бесчисленным чинушам. И абсолютный ноль внимания к тем людям, которые спасают в условиях, проводимой ими, прости господи, реформы, спасают остатки образования в стране. Новый министр стоически переносит все нападки, заявляя, что, наверное, с уникальными творческими заведениями несколько погорячились, но со всеми остальными, кто ни в какие образовательные стандарты не вписывается, иначе никак нельзя. Я считаю, что каждый вуз должен сам сообщать о себе всю важную информацию. Поскольку наши вузы это, как правило, не делают, то мы это сделали за них. А дальше пусть сами люди решают, это вуз хороший или это вуз не очень хороший. А наше дело сделать так, чтобы результаты деятельности высших учебных заведений были абсолютно прозрачны и открыты для всех, кто в них заинтересован. Пока мониторинг коснулся лишь государственных заведений и их расплодившихся филиалов. В итоге признаны неэффективными 36% всех физкультурных вузов, 43% гуманитарных, 44% сельскохозяйственных и, что совсем уж страшно звучит, 71% педагогических. Вообще, что касается последней цифры, это катастрофа. Я бы хотела, чтобы вы постарались вспомнить из какого-то произведения, кто автор. Безумству храбрых поем мы славы. Ну, скорее всего, что-нибудь из Лермонтова, если я не ошибаюсь, а может, я ошибаюсь. Собеседование на должность школьного учителя литературы. Соискатель Антон Ткаченко, выпускник Вологодского педуниверситета, аспирант Московского педуниверситета, филолог. Кроме головных вузов проверялась, как мы уже говорили, и региональная сеть. Педагоги и там первые с конца. 78% их филиалов никуда не годятся. У Камори дух зелёный. А помните, с какого произведения? Это три. Не три, а три. Ольга Рожкова. Московский городской педуниверситет. Выпускной курс филфака. Специальность учитель русского языка и литературы. Не приведи бог видеть русский бунт. Бессмысленный и беспощадный. Я тоже не знаю, откуда это. Ну, я знаю, что это. Ну, в общем, нет. А любви все возрасты покорны? Лермонтов? Нет. Не хочу учиться, а хочу жениться. Не хочу учиться, а хочу жениться. Теоретическая ошибка. Но против таких своих выпускников куда попрёшь? С кем стрелялся Пушкин? С Дантесом. А Лермонтов? Не знаю. Мария Бондарь. Московский педагогический госуниверситет. Пятый курс. Специальность филолог-учитель литературы. Не хочу учиться, а хочу жениться. Вы помните, с какого произведения это? Не помню. Безумству храбрых поём мы славу. Ну, я этого не знаю. Отчего люди не летают так, как птицы? Это чайка чайка. Вот, казалось бы, при составлении очередного антирейтинга вузов зачем считать квадратные метры и измерять какие-то неокры? К чему ждать от ректоров открытости, которые они упорно не хотят проявлять? Неужто нельзя просто взять выпускников и подвергнуть их сторонней переэкзаменовке? Конечно, для этого нужно сделать независимую систему госэкзаменов. И, может быть, с участием групп ведущих вузов. Может быть, Росопонадзор своих будет инспекторов посылать. Может быть, это вообще не в вузе будет. Это сейчас обсуждается. Но мне кажется, что в качестве элементарной меры самозащиты общество должно, конечно, предложить какого-то рода форму независимой аттестации выпускников бакалавриата. Если власти когда-то решатся на такую меру, процентов, наверное, 40 государственных вузов и 90% частных прикроются сами собой. Ибо там просто ничему не учат. То есть совсем ничему. Борис Соболев, Александр Смирнов и Антон Губанов. Вести недели.